Средняя школа в Урдаме открылась меньше года назад и уже оказалась в центре крупного скандала. Ославила учреждение одна из родительниц. Она утверждает, что здесь преподаются уроки секса и внедряется американская система оценивания учеников. Будем разбираться. В свои 11 Верика знает, что такое секс. Это ей старшеклассники рассказали. В школе для них ввели дополнительный час, полезные навыки. Теперь на переменах тема любви самая популярная. Как зарождается беременность внутри женщины, что будет, если те предложат заняться половым актом и остальное. Это только часть скандального сюжета. Его автор Маргарита Гырылова в урдамской школе никогда не была. Материал был написан дистанционно и, видимо, по заказу, уверены родители учеников. По их словам, там нет ни слова правды. Дети возмущены. Детям обидно за школу. Детям обидно за директора. Директор на самом деле очень открыт для любого общения. То есть любой вопрос, который, какое-то непонимание у родителей, это в любое время можно позвонить. В любое время можно в школу прийти. Абсолютно не учитывалось мнение подавляющего большинства родителей, подавляющего большинства жителей. Потому что у нас поселок маленький, в принципе, все и так знают. Никакой речи о таких, скажем, сексуальных темах здесь, в принципе, быть не может. Это я знаю даже по поводу того, что у меня сын приходит и рассказывает, что дети даже возмущены. Тема любви с приходом весны может и витает в школьных коридорах, но не в ущерб занятиям. Образовательный курс для пятых-седьмых классов, полезные навыки, действительно в программе есть. Но в рабочих тетрадях ни слова о сексе. Курс допущен к преподаванию Министерством образования Российской Федерации и является дополнением к учебникам по АБЖ. Цель занятий – рассказать о вреде ингалянтов и наркотиков. Этот курс ведется у нас по выбору родителя. У нас есть бумаги, где зафиксировано персональное согласие каждого родителя на преподавание этого курса. В том числе и той дамы, которая выступала по федеральному каналу, что она согласна на ведение этого курса, ее ребенку. У нас в школе внушают, что вот, допустим, пять – это плохая оценка. Она не засчитывается. Еще одна резонансная тема, связанная со школой в Урдоме – новая система оценки знаний. Вместо привычных пятерок в дневниках детей уже несколько лет стоят буквы А, Б и С. Это веяние новых образовательных стандартов. И урдомской школе оно пришлось по душе. Одно из преимуществ – разнообразие критериев, по которым оцениваются знания ребенка. Меньше вопросов у детей возникает, а почему мне снижена оценка? Оно видно? За что именно? Легче общаться в плане того объективности выставления оценки. За последнее время я не помню, чтобы подходили именно по объективности выставления отметки. Процесс перевода полученных на уроке баллов проценты, а далее в буквы компьютеризирован. По новой системе самая высокая оценка – буква А. Когда мы только перешли на эту систему оценивания, это было тяжело привыкнуть. То есть я не понимаю, как ребенок учится. Потому что С, она есть хорошая, то есть как 3 считается, а есть С ближе к 4, то есть смотря сколько процентов. То есть если 70%, это уже ближе к 4. Это как бы было минус. А сейчас мне нравится, потому что можно подготовиться плотно к этой контрольной работе, допустим. У меня два ребенка было. Один учился по одной системе, второй учится по другой системе. Разницы в их подходе к учебе никакой нет. То есть это никак не влияет на мотивировку ребенка, если у него она есть. Цель и устремленность – планирование самооценка. Прежде всего на развитие этих качеств направлен эксперимент. Педагоги считают, что он удался. С 2017 года средняя школа в Урдаме официально признана пилотной площадкой по внедрению новых образовательных стандартов. Бориса Иванова, Александр Фомин. 7 дней в регионе.